В нашем детстве мы этого слова не знали и не слышали. Потом, когда наши детки разлили, мы уже знали, что аллергия. И всякие там высыпания на щечках у детей появились. Сейчас аллергия – это ВИЧ. Что же за зверь? Это аллергия. Об этом в подробностях узнали слушатели лекций школы здоровья на очередном занятии, прошедшем во Фрязинском досуговом центре Ретро. В переводе с греческого «аллергия» означает «другое действие», то есть неправильное, чужое. Пищевые, пылевые, пыльцевые, токсические – каких только не бывает этих аллергий. Существует много самых различных версий, почему аллергические заболевания стали распространены намного шире, чем в прежние времена. Опытный врач считает, что наиболее рациональная версия сводится к тому, что экология значительно ухудшилась, особенно в крупных городах. И эта версия подтверждается тем, что аллергические заболевания в деревнях, на отдаленных территориях, где нет тяжелой промышленности и воздух чище, все-таки аллергия у людей встречается гораздо реже. А что же делать нам, городским жителям, особенно весной в расцвет аллергических реакций? Татьяна Колосова рассказала, что курс лечения может помочь в любом случае, даже в таком обидном, когда аллергическую реакцию вызывает любимый питомец. Люди старшего поколения посещают лекции школы здоровья с большим удовольствием, ведь с высоты прожитых лет могут судить, здоровье – главная ценность. Виктория Мельник, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.